МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лодка с десятью рыбаками перевернулась на Камчатке. Трагедия произошла в пятницу 23 июня в устье Большерецком районе. По предварительной информации, в устье реки опала при постановке невода прокинулась лодка. Девять рыбаков выбрались на берег самостоятельно, один 44-летний мужчина погиб. В МЧС напоминают жителям и гостям полуострова о необходимости соблюдения мер безопасности на воде. Следственный комитет и прокуратура полуострова проводят проверку. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Всероссийские акции «Минута молчания» и «Лучи Победы» прошли в День памяти и скорби 22 июня в Петропавловске. Сотни неравнодушных жителей краевой столицы почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Минута молчания состоялась в Парке Победы. Она началась одновременно по всей стране в 12.15 по московскому времени. Именно в это время, в 1941 году, в эфир вышло обращение советского правительства о нападении нацистской Германии на СССР. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Участники акции возложили к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне камчатцам цветы и лампадки с зажженными свечами в знак памяти о героизме людей, защитивших ценой своей жизни будущее поколений. Акция «Минута молчания» стала традиционной. Закон об ее учреждении был подписан президентом Владимиром Путиным в 2020 году. Жители Камчатки, как и всей страны, участвуют в акции с целью сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Я считаю, что это достаточно значимый день в истории нашей страны, потому что именно в 41-м году, 22-го июня, фашистская Германия наклала на нашу родину. Я считаю, что очень важно современному поколению и будущим потомкам помнить этот день и не забывать его. 22-го июня – День памяти и скорби. Это день всенародный. Поэтому, естественно, я не могу не принять участие в поклонении, в памяти о тех, кто отдал жизни. Но сегодня, буду говорить честно, я буду думать и где-то плакать в душе о тех ребятах, которые погибли сейчас, погибают сейчас во время проведения специальной военной операции. То, что мы, отстаивая свой суверенитет, самостоятельность и авторитет нашей страны в мире, вот это, наверное, главное. То, что приходит сегодня в голову в этот день и, наверное, об этом никогда забывать нельзя. А в 22.30 стелу город воинской славы и небо в центре краевой столицы осветили лучи победы. В рамках акции в этом году задействовали более 60 прожекторов, а сама стела была подсвечена цветами флага Российской Федерации. Впервые прожекторы осветили ночное небо над Москвой 24 июня 1945 года в 23 часа. Это историческое событие стало основой для идеи проведения акции. Осветить вечернее небо лучами победы – это способ отдать дань памяти подвигу народа-победителя, тем, кто выжил в пекле Великой Отечественной войны, тем, кто пал в боях смертью храбрых и тем, кто сейчас стоит на страже границ нашего государства. Это очень важный день для всех нас, памятная дата, отдать дань прошлому всем нашим дедам, которые отдали свою жизнь. Мой дед воевал, погиб, награжден орденом Красной Звезды посмертно, и у нас в семье до сих пор хранится его похоронка. Поэтому для нас, для меня этот день очень важен. Вспоминаем дедушек, у нас оба дедушки воевали, защищали родину, поэтому мы здесь. У нас в каждой семье есть о ком помолчать, тем более в такой день, почтить память Отечественной войны, которая началась в 1939-м, а Отечественная началась в 1941-м, мировая в 1939-м, Отечественная в 1941-м году. И, безусловно, нужно воспитывать в молодежи вот этот дух патриотизма, дух своей истории, своей нации. Тем более сейчас мы видим, какое у нас время. Сейчас это особо остро и особо необходимо. Также на площади Устеллы прошла концертная программа «Ради мира на земле», в которой прозвучали песни военных лет. Напомним, 22 июня 1945 года прошел исторический парад на Красной площади в честь победы СССР над фашизмом. В годы Великой Отечественной войны световые и зенитные прожекторы означали приближение смертельной опасности вражеских бомбардировщиков. В марте 2021 года президент России Владимир Путин предложил сделать акцию лучей победы ежегодной. Пообщаются с губернатором. Отличники учебы, золотые медалисты, гордость и будущее края встретятся с главой региона Владимиром Солодовым 27 июня. Планируется подключение онлайн ребят из отдаленных районов полуострова. Как отметили в краевом правительстве, торжественная встреча – это начало очень хорошей и важной традиции. Это дань целеустремленности и упорству ребят, их интеллектуальному труду, благодарность за отличные результаты в учебе. Ребята смогут задать свой вопрос губернатору и любому из присутствующих гостей встречи. Кроме того, выпускникам представят мастер-план Петропавловска. Будущим молодым специалистам продемонстрируют, какие положительные изменения ждут полуостров. За успехи в учебе и в честь окончания школы выпускникам вручат подарки. Прямая трансляция будет проходить на YouTube-канале образовательного портала Камчатского края. Память всегда будет жить в сердцах. Мемориальную доску участнику специальной военной операции Илье Ли открыли в его родной Елизовской школе номер 9 в четверг 22 июня. Мы открыли эту мемориальную доску как символ нашей памяти, как символ нашей гордости за наших воинов, отдавших жизнь за нашу родину. На церемонии открытия памятного знака собрались сослуживцы старшего матроса Ильи Ли, его семья, друзья, представители местной власти, учителя, учащиеся школы и жители 26-го километра. Мы делаем сегодня очень важный шаг в увековечении памяти тех ребят, которые через почти 80 лет после той страшной войны, когда нам казалось, что уже не будет ничего подобного, опять отдает свои жизни за то, чтобы мы с вами могли жить, учиться, работать. Для нас, учителей школы, каждый ее выпускник – это не просто имя, это судьба, это ответственность за то, как мы воспитали человека, отправляя его в большую жизнь. Сегодня мы с гордостью и полной уверенностью можем сказать, нам не стыдно за своего выпускника. Открытие мемориальной доски для школы – это не просто событие в календаре школьных мероприятий. Это память, которую мы обязуемся передавать с поколения к поколению. Илья, выйдя из стен нашей школы, шагнул в бессмертие. Военнослужащий отделения узла связи 53-й дивизии Илья Ли сам попросил направить его на СВО. С мая прошлого года он защищал мирное население Донбасса. Илья совершил более сотни боевых выездов на машине пехоты. Его экипаж был одним из передовых. С первых дней Илья показал себя смелым, отважным бойцом, надежным товарищем. Был наводчиком-оператором БМП, дважды горел в боевой машине. За проявленный героизм и мужество награжден Георгиевским крестом в четвертой степени и медалью за отвагу. Илья погиб в феврале этого года при выполнении боевого задания. Указом президента России награжден Орденом Мужества посмертно. Он всегда знал, что он хотел, понимаете, не жаловался никогда. Чувство, конечно, гордости, что сын мой оказался настоящим военным человеком, который отстоял и сдался. Его любят и будут помнить родные, друзья и школа, которую он окончил в 2004 году. Илья оставил яркий след в сердцах учителей и одноклассников. Он принимал участие в военно-спортивной игре «Орленок», патриотических акциях, мероприятиях и жизни школы. После ее окончания посвятил жизнь армии. Прошел срочную службу, потом подписал контракт. Награжден медалями за отличие в военной службе третьей степени и участнику маневра войск «Восток-2018». В школе номер 9 есть парта героя Ильи Ли. Ее открыли в мае. Установлена мемориальная доска. А во дворе школы растет береза. Ее в память об Илье посадили его родители и сыновья Дмитрий и Максим. Публичные слушания, посвященные рассмотрению законопроекта об исполнении бюджета Камчатки в 2022 году, прошли на полуострове. Их провел председатель Комитета краевого заксобрания по бюджетной, налоговой и экономической политике Дмитрий Коростылев. Так, присутствующим сообщили, что доходы региона в прошлом году составили 104 миллиарда рублей. Расходы – около 109,5 миллиардов рублей. За 2022 год краевой бюджет исполнен с дефицитом в сумме 5 миллиардов 600 миллионов рублей. 28% денег направили на национальную экономику, 16% на образование, почти 16% на ЖКХ, 15,5% на социальную политику, более 9% на здравоохранение и 6% на межбюджетные трансферты. Важно заметить, что данному мероприятию предшествовала обстоятельная внешняя проверка всех отчетов со стороны контрольно-счетной палаты Камчатского края, которая, в свою очередь, совместно с Министерством финансов Камчатского края выразила позицию по отношению представленного на публичное слушание отчету. Участники слушаний задали вопросы профильным министрам по реализации госпрограмм и национальных проектов. Помимо рекомендаций, подготовленных бюджетным комитетом, в проект вошли предложения, выработанные участниками публичных слушаний. Так, по предложению председателя социального комитета Краевого парламента Татьяны Романовой, внесен в рекомендации публичных слушаний пункт о контроле за строительством объекта водоснабжения в селе Средний Пахачим. Сегодня в ходе обсуждения по государственным программам были тоже предложения. Мы будем ходатайствовать и рекомендовать правительству Камчатского края внести ряд изменений, направленных на увязку государственных программ с региональными проектами, с национальными целями, с тем, чтобы нам обеспечить системное, гармоничное исполнение нашего краевого бюджета. Добавлю, что сам отчет сегодня представлен публично и на сайте Министерства финансов Камчатского края, Законодательного собрания Камчатского края. И в ближайшее время заключение контрольной счетной палаты Камчатского края тоже будет размещено публично на сайте данного ведомства. На прошедших публичных слушаниях рекомендовали принять законопроект об исполнении регионального бюджета в 2022 году на сессии краевого Заксобрания, которая состоится 27 июня. Во второй части выпуска МАЗ «Медиа Камчатка» смотрите. Мемориальную доску участнику СВО Илье Ли открыли в Елизовской школе номер 9. Благотворительный футбольный турнир стартовал на Камчатке. Подробности далее. Предстоящий отчет губернатора Камчатки Владимира Солодова перед депутатами – это открытая площадка для конструктивного диалога между двумя ветвями власти. Так считает председатель краевого Заксобрания Ирина Унтилова. На мой взгляд, это достаточно важное политическое событие, потому что это событие, на котором подводятся некоторые определенные конкретные итоги, на котором сопоставляются поставленные цели и достигнутые результаты, на котором выявляются причины, способствующие достижению позитивных результатов, и то, что мешало этому делать. Это такая очень большая широкая площадка, на которой участвует не только депутатский корпус, но на котором участвуют и лидеры общественного мнения, наши общественные эксперты, члены наших общественных советов, неравнодушные граждане и представители общественных организаций. Достаточно большой спектр участников, а следовательно, может быть обсужден достаточно большой круг вопросов. Ирина Унтилова добавила, что от отчета депутаты хотят услышать, как были реализованы государственные программы на территории региона, как это повлияло на качество жизни камчатцев, что можно предложить и как можно поддержать позитивный положительный опыт и помочь в предупреждении каких-либо рисков или недочетов. И, конечно, сегодня это открытая площадка диалога двух ветвей власти – исполнительной и представительной. Потому что сегодня депутатский корпус во взаимодействии с нашими органами исполнительной власти вместе участвует в реализации практически всех проектов по социально-экономическому развитию Камчатки. Поэтому мы ожидаем конструктивного диалога, который поможет определить пути развития Камчатки и улучшения качества жизни на нашей территории. Владимир Солодов выступит с отчетом перед законодательной властью Камчатки 27 июня в 16.00. Трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Камчатка-1». Напомним, в прошлом году в отчете губернатор заторонул темы экономической обстановки и поддержки граждан в связи с введенными санкциями против России, развития рыбопромышленного комплекса и внутреннего туризма, логистики и сельского хозяйства. Парту героя открыли в школе номер 6 в Петропавловске в День памяти и скорби. Она посвящена кавалеру Ордена мужества Андрею Белозёрову. Он принимал участие в специальной военной операции и героически погиб в ноябре прошлого года, исполняя свой воинский долг. Он закрыл своей грудью товарищей от миномётного огня. Тем самым спас их жизнь. Сам погиб. Андрей Белозёров был воспитанником детского дома. В школу он приходил получать знания на уроках. Андрей Белозёров был учеником нашей школы на протяжении 9 лет. С 1 по 9 класс. За все эти годы он показал себя как достойный, порядочный ученик. Он был очень честный, скромный и позитивный человек. Я обучала его географии с 5 по 9 класс. И могу сказать только всё хорошее самое об этом ребёнке. Его поступок был по-настоящему героическим. И его пример послужит нашим ребятам в дальнейшем воспитании будущего подрастающего поколения. Сертификат об открытии парты героя вручили Александре Антиповой, сестре Андрея Белозёрова. У неё подрастает двое сыновей. И этот сертификат останется им и будет передаваться из поколения в поколение в память о тех подвигах, которые совершил их родной дядя. Знаково, что эту парту мы открываем в день памяти и скорби. Тем самым проводится параллель между подвигами дедов, прадедов Андрея Дмитриевича, которые тоже отдали свои жизни за то, чтобы мы сегодня могли спокойно и мирно жить. И продолжая их славное дело, их наследие, так же борясь с нацизмом, как и его славные прадеды, Андрей Дмитриевич отдал свою собственную жизнь. И очень правильно, что мы увековечиваем память героя такими символами, как парты героя, которые будут видеть все учащиеся шестой школы и иметь понятный моральный ориентир, на который они будут равняться своей жизнью. Право первыми сесть за парту героя получили ученики шестого класса Артемий Афонин и Вероника Нечаева. Ежегодно в школах региона открываются парты героев с изображениями и биографиями земляков-героев войны. Образовательная инициатива реализуется в рамках партпроекта «Единой России. Новая школа». Парта героев в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. Школьники полуострова испытали себя в таких дистанциях, как полоса препятствий, спасение в природной среде, маршрут выживания и комбинированная пожарная эстафета. Состязания проходили в районе горы Морозной в трех возрастных категориях – 8-11, 12-14 и 15-18 лет. В каждой команде по шесть детей и один тренер. В первый день соревнований, 21 июня, все команды прошли полосу препятствий. Во второй день, 22 июня, школьников ждали уже три дистанции. При преодолении дистанции спасения в природной среде на первом этапе ребята продемонстрировали, как проходит поиск оказавшегося под лавиной человека с помощью лавинного датчика. Двигаемся по стрелочке, смотришь на цифры. Если цифры увеличиваются, остановился, он немножко ему нужно дать подумать. На втором этапе искали пострадавшего в техногенном завале. Для преодоления дистанции комбинированная пожарная эстафета участники должны были надеть боевую одежду пожарного, при помощи вязки двойной спасательной петли эвакуировать условно пострадавшего в пожаре и быстро загасить пламя. Для преодоления третьей дистанции маршрут выживания организаторы придумали целую легенду. Произошла утечка аммиака в лесу, на территории которого находилась рабочая смена из двух человек. Ребятам надо было вызвать скорую помощь, преодолеть зараженный участок местности в средствах индивидуальной защиты, найти пострадавшего, эвакуировать его, оказать первую помощь и передать медикам. Младшеклассников наградили дипломами и кубком за первое место. Подведение итогов среди старших возрастных групп, а также награждение команд-победителей пройдет 25 июня. Соревнования состоялись в рамках Всероссийского слета юных туристов. Благотворительный футбольный турнир стартовал на Камчатке. Первые игры прошли в четверг, 22 июня, на стадионе «Спартак». В благотворительном марафоне принимают участие 12 команд, все игроки разного возраста. Главная цель футболистов – это не победа, а собрать деньги на реабилитацию мальчика Вовы. К нам обратился мальчик по имени Вова, ему 15 лет, он из села Мильково. Присыл нам письмо, видеообращение с помощью, помогли ему собрать определенную сумму для реабилитации. Мы организовываем ежегодный турнир по мини-футболу, в этом году решили полностью целиком турнир посвятить им на Вове. И все собранные деньги мы хотим отдать родителям Вовы для реабилитации. У Вовы ДЦП ему необходимо лечение, чтобы он снова мог ходить. Реабилитация стоит неподъемных денег для семьи – 600 тысяч рублей. У нас каждая команда за вступление в турнир платит определенную сумму денег – 5 тысяч рублей. Все деньги целиком уйдут в этот фонд для нашей помощи Вовы. Право открыть турнир получила команда «Лучики надежды». Это единственная команда в России с особенными футболистами. Это Паша. Давай, Паша, вот мяч. Паша, верь. Все. Когда у нас создавалась команда, нам очень нужна была помощь других простых людей. И нам очень сильно помогли. Поэтому мы решили тоже помочь, поддержать эту идею сбора помощи для этого мальчика. И даже такая идея возникла об этом, если он, конечно, выздоровеет, мы в этом уверены, пригласить его к нам сюда и с ним поиграть в футбол. Обязательно. Добавим, что благотворительный турнир завершится 1 июля. В течение недели футбольные игры будут проходить ежедневно с 19 до 22.00 на стадионе «Спартак». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова